На рынке растет уверенность в том, что в эту среду Федеральная резервная система повысит ставку рефинансирования на 100 базисных пунктов, что способствует пусть и не сильному, но все же дальнейшему укреплению доллара. Однако именно эти ожидания и могут сыграть с ним плохую шутку. Ведь сами представители американского регулятора неоднократно говорили о повышении только на 75 базисных пунктов. Им может так получиться, что завышенные ожидания рынка попросту не оправдаются, и это станет причиной резкого ослабления доллара. Но до среды он вполне может еще несколько укрепиться. Пока же на графиках мы видим, как валютная пара EURUSD, несмотря на локальное проявление активности, по-прежнему движется в рамках бокового диапазона между 0,9950 и 1,0030. Этот ход цены указывает на процесс накопления торговых сил, что с высокой долей вероятности приведет к всплеску активности в период завершения боковой формации. И в данной ситуации работа внутри установленного диапазона возможна. Но наиболее оптимальной стратегией в плане дохода и риска считается метод исходящего импульса. Нисходящий ход будет актуален после удержания цены ниже отметки 0,9950 на четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к обновлению минимума нисходящего тренда. А восходящий ход по валютной паре принимается во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1,0030 на четырехчасовом периоде. На рынке готовятся и к предстоящему заседанию Банка Англии, которая состоится уже на следующий день после оглашения итогов заседания ФРС. Тут также ждут очередного подъема ставки в условиях крайне высокой инфляции. Валютная пара фунт-доллар завершила минувшую неделю обновлением локальных минимумов нисходящего тренда, вследствие чего котировка оказалась на уровнях 1985 года, где перегрев коротких позиций по фунту привел к техническому откату примерно в 90 пунктов. Несмотря на действующий откат, на рынке все еще сохраняется технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов. И по этой причине движение цены выше значения 1,1450 приведет к последующему восстановлению курса британской валюты. В то же время обновление локального минимума нисходящего тренда привело к возникновению на рынке инерционного хода, где спекулятивный настрой вполне может игнорировать все поступающие сигналы от технического анализа. В этом случае удержание цены ниже значения 1,1350 может привести к последующему росту объему коротких позиций по фунту стерлингов. А на этом у нас пока все. Вы смотрели новости на информационном канале группы компаний Инстафорекс. И с вами была я Екатерина Стихина, я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео. До новых встреч!